Спонсор показа – наш интернет-магазин umabook.ru. Все доходы от продажи направляются на содержание сайта umma.ru. Всего три аята, но вы где-то у себя их пометьте. Они очень мощные по смыслу, как раз в контексте, в том числе, той первой темой, которая у нас была в Азии – «Черная зависть». Третья сура, 120-й аят. Аста-а'ида биллян. «Ин тамсасكم хасанатум тасу'hum, ва ин тусибكم сайи'ату яфраху биха, ва ин тасберу вататтаку ла ядурруكم кейдухум шеи'а». «Ин Аллах бима ия'амалуна муахиата». «Ин тамсасكم, тамсасكم масса, тамсасكم хасана». Даже если чуть-чуть вас коснется какое-то благо – это их расстроит. И если вас конкретно коснется какое-то зло – они будут этому радоваться. «Ва ин тасберу», то есть недруги, недоброжелатели, завистники. «Ва ин тасберу вататтаку». То есть что делать в этих случаях? «Тасберу вататтаку». Проявить терпение, проявить снабожность. Ла ядурруكم кейдухум шея. Их хитрости, злой умысел. Различного рода кейд. Это подковерные всякие там какие-то хитрости, какие-то еще что-то подлости. Абсолютно. Поистине, Аллах – Бог Господь, Он в полной мере охватывает все то, что они делают. То есть до мелочей это под их контролем. И мы с вами говорили о том, что человек, да, то, что в хадисе сказано. То есть если вы к чему-то стремитесь, реализуете какие-то свои потребности, вообще цели, планы, задачи , то не афишируйте, не раскрывайте. Но в то же время где-то о чем-то узнали или заметна ваша успешность, в любом случае автомобиль, где вы живете, как вы одеваетесь, появляются завистники. Абсолютно. Они никакого, ни малейшего внимания не заслуживают. И просто сами для себя даже третья сура, 120-й. 120-й аят. Прочитайте. . Их хитрости, их злой умысел вообще никак вам не навредит. Если проявите терпение, и будете оставаться набожными. Тоже один из моих любимых аятов. Пятая сура, 105-й аят. Пятая сура, 105-й аят. . Вот это вот то, что мы с вами за неделю в неделю говорим. Столько работы, столько учебы, столько дел, столько хлопот и с самим собою, и с детьми. Религиозная практика. Чего только в этой жизни нет. Хочешь сделать хорошее, огромное количество возможностей. Работать, трудиться, совершенствовать себя, свою душу, свой дух. Здесь как раз идет верующие. . Работайте над собой. Прямо вот четко. . . Это обязывать чему-то. То есть вы обязаны работать над собой. Если посмотреть, мы далеко не совершены. Мы же очень часто начинаем замечать чьи-то ошибки, чьи-то прегрешения, чьи-то грехи. Кто-то недоработал или кто-то слишком успешно или неуспешно. Да зачем? . Работайте над собой. Вот вы, вот ваша учеба, ваша работа, ваша набожность, да, ваши близкие, ваши дети. Вообще ни на какое другое ничего времени даже не останется. Кому-то что-то завидовать или чего-то плохого желать, или чьи-то ошибки выискивать. Абсолютно. . Работайте над собой. . Если вы следуете верному пути, да, вы работаете над собой, следуете верному пути. . . Вам не навредит тот, кто с него сошел. . . Вы все вернетесь к Аллаху. Все. . И он вам объявит о том, что вы делали. Он не будет вам говорить о том, что делал ваш сосед, друг, конкурент, еще что-то. Да это абсолютно не важно. Только вы. Вы. Вот что важно. То есть ваши дела, ваша учеба, ваш труд, ваши свершения, достижения и так далее. Мы за это будем отвечать в судный день, а не за то, какие ошибки у соседа, какие недоработки или какая у него хорошая машина или еще что-то. Зачем нам об этом думать вообще? . Ну и в заключении 3 аят. Иосиф в Тавсирах говорится, то есть порядка 12 лет. То есть он десятилетий. Вот реально десятилетия унижений, оскорблений, рабства, обвинений, тюремного заключения. В Тавсирах говорится 12 лет просидел в тюрьме. Вообще ни за что, ни про что. И причем ни в какой-то там комфортабельной, ни с какой-то вкусной едой. Абсолютно. То есть с невыносимыми человеческими условиями. То есть вот это все десятилетиями длилось. Помните, я вам цитировал, что он сказал своим двум сокамерникам. Там в аятах будете читать в 12 суре ни одного намека на недовольство. То есть десятилетиями его унижали, оскорбляли, обвиняли, сажали в тюрьму. Ни одного намека на недовольство и жалобу. Вообще жалобы нет. Потому что человек занят своими целями, своими планами, своими задачами. И в итоге потом становится самым главным управленцем всего. То есть как сегодняшний, даже не сегодняшний министр финансов вы не сравните. То есть все финансы четко под его руководством. Это потом уже. Так, когда он уже из тюрьмы вышел и так далее. Расталковал сон. Правитель Египта истал и попросил. Это мы в следующий раз с вами на Азии разберем. Вот при жизни… То есть нужно понимать, мы не убежены. Мы не обижены и не унижены. Если у нас есть цели. И рано или поздно эти цели, если они есть, они сработают. Министр по культуре, по экономике, по финансам. Не важно. Президент такой страны. Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана, России, Азербайджана. Какого угодно. То есть эти все должности – это просто название. Весь вопрос, что мы сделаем через эти должности. Что полезного принесем. Юсуф спас по тем временам Египет от полного вымирания от голода. И он пришел к этой власти и попросил ее. То есть эти все нюансы нужно понимать. Но, проходя через десятилетие унижения, оскорбления, тюремного заключения, он не отчаялся. Нет. Не обижался ни на кого. Не копил злобу, ненависть. Абсолютно нет. Имел свои цели. Вера во Всевышнего. Донесение до людей, что Бог один. Когда его освобождают, что он говорит? Это известные слова. Я себя святым не считаю. Будет просто по-русски. Я свою душу кристально чистой не считаю. Потому что я человек, а не ангел. Юсуф тот же самый. Да, он пророк, но он человек. В нем есть и нафс, и рух. Есть и что-то такое дьявольское нафс, и рух. Ангельское возвышенное. . То есть пройдя через десятилетие трудностей, даже намеком, не жалуясь на жизнь людей, никого не ищая крайних, он говорит. Я себя кристально чистым не считаю. . Душа. В каждом есть и нафс, и рух. Душа, она все равно побуждает чему-то плохому. . . Кроме того, что помилует Всевышний. То есть каждый хороший шаг, хорошее действие, хороший результат – это Божья милость. Его милость. Мы стараемся, но Он нам дает, либо не дает. Если дал, то это Его милость, Его щедрость к нам. . . Всепрощающий и всемилостив. . Слушать и читать Шамиля Аляуддинова вы можете на сайте умма.ру. . . .